Распродажа в магазине Элма. Цены от 5 рублей. Ждем вас. Брест, торговый центр, галерея Грант, первый этаж. В эфире итоговый выпуск программы BookInform. Я, Павел Белявский, корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Что интересного нового произошло в городе Бресте. Информационных поводов было достаточно много, а потому выпуск будет многоплановым и насыщенным. Коротко о главных событиях. Ничего не появляется из ничего. От работы народно-хозяйственного комплекса города будет зависеть и выполнение задач, поставленных главой государства, выполнение намеченного к тысячелетию. В Бресте подвели итоги работы социально-экономического развития города за первое полугодие 2017 года и определились с задачами на оставшийся период. Новые подходы к среднему образованию. Время начала занятий, школьная форма и десятибальная система. Введение в обучение китайского языка. В Бресте прошел большой августовский педагогический фест. С отголосками республиканского собрания, с участием президента, но с акцентом на проблемы в регионе. Летать мы будем уже по-новому. В Брестском аэропорте проходит реконструкция взлетно-посадочной полосы. Следующий этап модернизации предусматривает замену светосигнального оборудования, а также реконструкцию площадок для стоянки самолетов и перона. Иногда мы не можем добавить времени к ограниченной жизни, но мы можем добавить жизни к ограниченному времени. В областном центре продолжается строительство государственного учреждения, больницы палеотивного ухода, хоспис. Об этих событиях и не только о них подробнее в материалах корреспондентов БУК-ТВ. В областном центре подвели итоги работы по выполнению прогнозных показателей социально-экономического развития города Бреста за первое полугодие 2017 года и определились с задачами на оставшийся период. Как подчеркнул председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук, есть объективная причина проанализировать ситуацию и расставить приоритеты именно сегодня, а не в конце года. И это связано с рабочим визитом главы государства Александра Лукашенко, который поставил перед руководством области и города, перед директорами предприятий, организаций и перед трудовыми коллективами определенные задачи. Лариса Осмолович продолжит тему. Мы по итогам 2016 года впервые донесены на республиканскую доску подсчета. Это, конечно, замечательно. Для братья города такого еще не было. Но это, в любом случае, не дает повод для самоспокоения и уж тем более для мысли о том, что все сделано и уже больше 2 тысячи. Более того, это обязывает нас дальше подтверждать планку и докладывая главе государства о ходе социально-экономического развития нашего города в преддверии тысячелетия. И особая цена сделана на то, что город Желез будет только наращивать тэп социально-экономического развития, потому что ничего не бывает, ничего будет. Все должно строиться на фундаменте социально-экономического развития. Так просто не появятся дороги, тротуары, садики. Надо зарабатывать, иметь хороший бюджет, иметь разумных, слава богу, у нас это есть, депутатов, которые четко определяют приоритеты социально-экономического развития. Надо иметь хороший бюджет, надо зарабатывать, надо ответственно подходить к делу. Тогда все будет спориться. Действительно, это так. Не поспоришь, не обоснуешь недоработки и просчеты. Такой деловой конструктивный подход к разговору с собравшимися Александра Рогачука понятен. Задачи, поставленные главой государства перед городом Брестом, амбициозны. Средства для реализации выделены. Выполнить их необходимо. Можно очень много рассуждать о тащелетии, о тех объектах, которые должны быть построены в городе Бресте, которые уже строятся. Но абсолютно очевидно, что без экономического базиса невозможно реализовать эти проекты. Ничего не появляется из ничего. Равно как и здесь, от того, как работает народно-хозяйственный комплекс, и будет зависеть выполнение тех планов, грандиозных планов тысячелетия. Будет зависеть выполнение задач, поставленных главой государства, губернатором области. Поэтому мы решили собраться на непродолжительный деловой разговор, что можно еще сделать за оставшиеся полгода, чтобы выйти на те установленные параметры, а желательно превысить эти параметры, чтобы иметь профицит бюджета. Экономика областного центра в первом полугодии работала в напряженных условиях. Но по итогам первого полугодия 2017-го из четырех доведенных показателей три ключевых выполнены. Это темп роста экспорта товаров и экспорта услуг без учета республиканских предприятий, а также количество трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места за счет создания новых предприятий и производств. Не обеспечено выполнение по объемам прямых иностранных инвестиций, но это отчасти связано с перераспределением потока их поступлений к резидентам СЭС. Сегодня изыскиваются возможности привлечения инвестиций путем разработки инвестпредложений. Неоднократно в своем выступлении руководитель города подчеркивал, что необходим экономический базис, нужна слаженная работа промышленного комплекса областного центра. Это понимают все собравшиеся. Но одного понимания недостаточно. Вопрос, который особенно волнует команду управленцев горисполкома – убыточные предприятия. Их состояние сказывается на экономике и социальной политике города. Ведь абсолютно ненормально, когда 6 предприятий города дают более 70% всего промышленного производства и 80% экспорта. А где остальные предприятия с зарплатой по 400 рублей, и то даже не все 400 рублей платят. Где их вклад в развитие города? Насколько руководители этих предприятий способны отвечать вызовам времени, способны менять свою стратегию с учетом конъюнктуры экономической, финансовой и так далее. Поэтому есть необходимость для разговора. Совет руководителям отстающих производств – оценить готовность к вызовам времени и к смене своей стратегии с учетом сложившейся экономической и финансовой конъюнктуры, не затягивая переориентировать работу предприятий, чтобы преодолеть кризис в течение второго полугодия. Кстати, кризис в китайском языке имеет две трактовки – опасность и возможность. Лучше выбрать вторую. Еще один острый болезненный вопрос – работа предприятий строительной отрасли. Благодаря главе государства, благодаря позиции руководителя области Анатолия Васильевича Алиса, у нас обеспечено финансирование строительства объектов, но идет зачастую не выполнение даже того, что профинансирование. Понимаете, то есть можно говорить о каком-то определенном даже элементе деградации строительной отрасли. И то, что появляются новые современные компании строительной и негосударственной формы собственности, я думаю, что это тоже объективная реальность, которую надо воспринимать как факт. Если все усилия, все средства мы будем отправлять только на поддержание видимости успешности того или иного строительного государственного предприятия, тогда где же качество стройки, где снижение стоимости стройки, и где, в конце концов, итоговый результат. На данный момент, по итогам полугодия, мы имеем большие суммы неосвоенных финансовых средств именно в рамках реализации программы тысячелетия. Развивая эту тему, Александр Рогачук подчеркнул, что стройпредприятиям следует выходить из спячки и заняться решением проблемных вопросов. Ведь проектов, которые нужно реализовать к тысячелетию, много. Западный обход и Кобринский путепровод, школа и сад в Заречном микрорайоне, строительство нового автовокзала. Практически мы по всем объектам обеспечены финансированием даже с профицитом. И стоит речь в этом году освоить десятки миллиардов, я в старых сценах, на автовокзале, на Кобринском путепроводе, то есть на школе, на детском садике. И пока должной напряженности в работе, должной системы организации работ я на этих объектах не вижу. И есть большие претензии к тому же 8-му тресту, который, к сожалению, сдал позиции, и надо каким-то образом срочно перегруппироваться, чтобы горожане не почувствовали вот этих проблем, которые возникли, в том числе по вине, наверное, руководства 8-го треста. Это основные проблемные вопросы, которые особо выделил председатель горосполкома Александр Рогачук. Но в своем выступлении мэр областного центра неоднократно обращал внимание на те предприятия, организации, трудовые коллективы, благодаря которым Брест сегодня впервые в своей истории занесен на республиканскую доску почета и доску почета Брестской области как лучший город в социально-экономическом развитии. Это предприятия жилищно-коммунального хозяйства, промышленные предприятия, флагманы, руководители культурно-идеологической отрасли, администрации районов. Нужно работать, подчеркнул Александр Рогачук. Не ради работы, а чтобы труд имел логическое завершение. Таковым является повышение благосостояния горожан, создание условий для повышения комфортности их проживания в родном городе. В этот же день, 25 августа, в областном центре прошел большой педагогический фест. Разговор в рамках августовского совещания шел о перспективах развития системы образования. Какие формы работы определить для себя как приоритетные, во сколько должны начинаться уроки, на чем строить процесс адаптации особенных детей в общеобразовательных учреждениях, и почему в школах в качестве одного из иностранных языков появляется китайский. Палитра тем для открытого диалога была более чем насыщена. Педагоги города обменялись опытом и наработками, а также обсудили насущные для современной системы образования проблемы. Анастасия Ноздрин-Плотницкая о главных тезисах большой дискуссии. Августовская педагогическая конференция ежегодно становится площадкой для открытых дискуссий учителей, руководителей учреждений образования Бреста, представителей вертикали власти. Повестка городского совещания сохранила главный тезис республиканского педсовета. Каким быть белорусскому образованию и что должно стать основой системы обучения на ближайшие несколько лет. Сегодня первый опыт постижения новых знаний ребенок получает в детском саду. И от того, в каких условиях он будет развиваться, и кто будет с ним в этот ответственный период, зависит формирование будущей личности. Брестская модель реализации системы дошкольного образования показала и доказала свою эффективность. Проблема только в одном – как удовлетворить всех желающих попасть в детский сад. Мест пока недостаточно. Однако в решении этого вопроса сегодня предпринимаются определенные шаги. У нас дополнительно создано где-то около 200 мест дошкольных учреждений. Благодаря тому, что был введен в корпус новый в эксплуатацию в детском саду Ясли номер 36 города Бреста. Там же был сделан текущий ремонт, дополнительно оборудовано еще групповое помещение. За счет переоснащения помещений в Яслях саду номер 27 также дополнительные места введены, увеличена некоторая наполняемость групп. Развитию системы общего среднего образования на педагогическом совещании было уделено особое внимание. Во-первых, созданию комфортных условий для обучения. Подготовка учреждений к новому учебному году началась еще в июне. Причем ремонт был не только косметическим. Например, средняя школа номер 6 получила новую крышу, а в 25-й произошла масштабная реконструкция пищеблока. На проведение ремонтных работ и закупку материалов были выделены немалые средства из городского бюджета. Учреждения образования все готовы к новому учебному году. Особое внимание было уделено созданию необходимых и безопасных условий с точки зрения санитарных, пожарных норм для пребывания учащихся в учреждениях образования. Когда условия для обучения созданы, важно грамотно организовать учебный процесс, чтобы он был насыщенным и продуктивным. Для этого активно внедряются информационные технологии. Классный журнал и дневник теперь стали электронными, учебные доски – интерактивными, а материал более доступным и наглядным. Однако неизменно важной является личность самого педагога. От того, насколько быстро учитель найдет ключик к сердцу ребенка, во многом зависит успешность обучения. С одаренными детьми на самом деле работать не сложно, а интересно и здорово. И на самом деле самая сложная задача – это их увидеть. Потому что приходят, в принципе, все одинаковые, все красиво одеты, все милые. А если увидишь вот эту вот звездочку, это по каким-то мелким деталям можно только обнаружить. То потом только испытываешь удовольствие от работы с ними. Подготовке учителей в Бресте уделяется особое внимание. В городе получили развитие класса педагогической направленности, учащиеся которых изучают на факультативном уровне отдельные тонкости психологии и педагогики. Причем для того, чтобы продолжить обучение, ехать из родного города им никуда не нужно. В областном центре вот уже более 70 лет готовит кадры Государственный университет имени Пушкина. В своей работе я стараюсь ориентироваться на личность учащегося, способствовать его развитию, исходя из познавательных интересов ученика. Вкладывая в каждого ученика частичку своей души, я получаю большее. Их любовь и доверие, которые очень страшно обмануться. Профили в старшем школьном звене должны сохраниться. Один из тезисов большого открытого диалога. Эта система является серьезным элементом профессиональной ориентации выпускников. Например, в средней школе номер 35 в этом году был первый выпуск кадетов. Как показал проведенный анализ, учеба в профильном классе помогла выпускникам найти свою дорогу в жизнь. Первый выпуск в этом году. Дети поступали в военную академию. И каждый из детей сказал, что занятия в кадетской школе, в кадетских классах нашей школы, им помогло просто выдержать даже конкурс и придало уверенности в собственных силах. И им даже мальчик вот один, из-за того, что он учился в кадетском классе, смог пройти на то отделение, на которое хотел. В новом учебном году в городе появится еще один новый профиль. В средней школе номер один будут вести подготовку будущих таможенников. Это ноу-хау пока станет последним. По мнению представителей вертикали власти, молодых людей нужно ориентировать на актуальные для государства специальности. Однако перебора здесь быть не должно. Лучше дополнять учебный процесс с какими-то интересными предложениями, например, изучением китайского языка. Отношения Белоруссии и Поднебесной выходят на новый уровень. И очевидно, потребность в кадрах, владеющих языком, будет. Это актуально не только для нашего города, изучение китайского языка. Это в целом соответствует тенденциям мировой экономики. Поэтому важно, чтобы сейчас нам получить эти кадры всегда в Бресте, не только в Минске, но и в городе Бресте. Что касается так называемых специализированных классов, я имею в виду классы, как мы говорим, МЧС, Минобороны, пограничные, таможенные. Я думаю, что здесь очень важно не довести саму идею до абсурда. Должен быть сегмент общеобразовательного процесса и должны быть специализированные классы. Мы практически уже дошли до верхней планки целесообразности, и больше мы расширять это направление, наверное, уже не стоит. Надо работать над качеством, над элитарностью этих классов, будь то классы пограничников, будь то классы юридические, МЧСовские и так далее. Разработка и совершенствование учебной литературы, профилизация обучения. Все эти задачи станут приоритетными в системе образования Беларуси до 2019 года. От гибкости и современности комплекса будет зависеть успех белорусских молодых кадров на мировом рынке. Здесь две составляющих. Это дальнейшее укрепление материальной базы нашей системы образования. Школьник должен в учреждении образования иметь комфорт, такой же, как дома. Как дома это всегда хороший компьютер, хороший телевизор, хорошие условия, тот же санузел и так далее. То есть это очень важно. И вторая составляющая это, конечно, адаптировать преподавание к современным приоритетам и интересам молодежи. Мы никуда не делимся от этих гаджетов, никуда мы не делимся от этого интернета, поэтому надо искать новые формы и методы обучения. Я думаю, что сегодняшнее совещание в какой-то мере соответствует этим поставленным задачам. И в дальнейшем мы тоже за счет городского бюджета будем поддерживать любые инновации в системе образования нашего города. Анастасия Нездрин-Плотницкая, Андрей Щербантун-Луговкин специально для итоговой программы. Брестский регион первым в стране завершил уборку зерновых. В этом году областной намолот составил 1 млн 224,5 тыс. тонн. Средняя урожайность – 36,7 центнера с гектаром. Цифры весьма достойные. Однако увезти урожай с полей важный, но далеко не единственный этап уборочной страды. Зерно необходимо положить в закрома, при том сделать это строго, соблюдая технологию, чтобы урожай сохранить. Работа в этом направлении в настоящее время кипит на одном из крупнейших предприятий по переработке зерна в стране – Брест-хлебопродукте. Понаблюдала за процессом и съемочная группа нашего телеканала. Тему продолжит Анастасия Стропко. Пшеница, рожь, ячмень и проса – сырье для переработки на Брест-хлебопродукт поступает с половины районов области. Первый этап – контроль. Специалисты лаборатории делают отбор проб с каждой машины. Данные анализа – своеобразный путевой лист золота полей. Сколько быть ему на послеуборочном дозревании, как хранить, когда можно перерабатывать. Урожай в этом году высокий. Как говорят все хозяйства, намолоты большие. Единственное, помешали погодные условия, но это не мешает нам заготовить тот объем, который нам нужен. Первая машина с урожаем 2017-го на Брест-хлебопродукт приехала в конце июля. Все принятое зерно важно так подготовить к хранению, чтобы оно без проблем могло быть годно для переработки в течение года. Производим сушку зерна, охлаждение, доработку его, ну это в том числе и очистка. Этот процесс достаточно длительный и энергоемкий, занимает порядка двух-трех месяцев. Радуя то, что в последние годы заготавливаем и перерабатываем зерно белорусских сельхозпроизводителей, специализируемся на производстве муки, крупы, хлопьев ассортиментной линейки целой. И, конечно, хочу отметить, что в последние годы сельхозпроизводители начали уделять более серьезное внимание технологии выращивания зерна продовольственного, в том числе и проса. В 2017 году наша задача стоит чуть более 50 тысяч тонн заготовить. Конечно, отбираем качественно, особенно пшеницу продовольственную, где существенный показатель по клейковине. Ну, я думаю, удачно справимся и, конечно, переработаем и будем отстаивать в конкурентной среде брызг либо продукт. Львиную долю в структуре деятельности предприятия занимает производство муки. Для ее получения в сутки здесь перерабатывают 230 тонн зерна. Продукт высокого качества и пользуется заслуженным спросом. Как на территории нашей страны, так и за рубежом, что, впрочем, относится и к остальной продукции. По результатам прошлого года вышли на показатель 10%. В отдельном весе всех продаж это экспортная составляющая. Перешли миллион долларов экспорта. Я думаю, в этом году будем на уровне ниже. Пока прогнозы показывают, все будет так. Нашей съемочной группе удалось понаблюдать за производством еще одного вида продукции. Эту крупу называют «солнечное пшено» или приготовленную из него пшенную кашу любят многие. Запитательность, быстроту и простоту. Брест Хлебопродукт – крупнейший ее производитель в стране. Пять лет назад здесь был открыт современный высокоавтоматизированный цех по переработке проса. Этот цех является автоматизированным, работает на каждом этаже по одному человеку. Ну и руководитель цеха. Производим мы крупу пшено. Данная крупа очень высокого качества. Цех является очень передовым на всю Республику Беларусь. Стоит оборудование как польское, так итальянское. Все делается из нашего сырья, из наших полей. Просто отличного качества. Подходит по всем нормам, по всем показателям. Сегодня у предприятия «Горячая пора», но можно быть уверенным, с поставленными задачами здесь справятся. Переработкой зерна на Брест хлебопродукте занимаются более 70 лет. В активе опыт оборудования и специалисты. А значит, при Бужской Ниве быть на прилавках и кухнях хозяек. Берестейских и не только. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Вы смотрите «Итоги недели» на канале БУК-ТВ. Продолжаем говорить об актуальном и важном. Подарить новую жизнь. В Брестском аэропорте идет реконструкция взлетно-посадочной полосы. Такая модернизация позволит не только улучшить качество покрытия. Площадки для разворота самолетов станут больше, что даст возможность более крупным воздушным судам приземляться здесь и разворачиваться без помощи специальной техники. Работы ведутся активно и, что немаловажно, не в ущерб функционированию аэропорта. Подробности в сюжете Анастасия Ноздрин-Плотницкой. Западные воздушные ворота Синеокой, Брестский аэропорт практически ежедневно встречает и провожает гостей из жителей области. Чартерные рейсы в Болгарию, Турцию, Черногорию. Регулярные сообщения с Калининградом по понедельникам и четвергам. Всего только с начала года в воздушной гаване обслужили более 6,5 тысяч пассажиров. Непосредственно в нашу обязанность входит управление воздушным движением, создание безопасных интервалов для обеспечения комфортной посадки, безопасной всех и гражданских, и авиации военного назначения. Аэропорт наш оборудован по последнему слову техники, и мы готовы обслуживать, принимать практически эксплуатируемые в Беларуси все воздушные суда. Региональный аэропорт сегодня берет на себя немало функций и является важным транспортным узлом. Именно поэтому надлежащее состояние всех его объектов – требования обязательные. Об этом не раз говорил во время своего недавнего рабочего визита на Брещену глава государства. Александр Лукашенко дал руководству области конкретное поручение. Территория аэропорта должна иметь достойный вид. Что немаловажно, функционирование обязано быть продуктивным. Приведим все в порядок. Еще раз подчеркиваю, лишнее отдай. Выгороди забором, аэропорт забирайте, а это все по своему усмотрению. Сегодня работы в этом направлении уже ведутся. Одной из первых подверглась реконструкции взлетно-посадочная полоса. Плановый капитальный ремонт начался здесь еще в конце июля. Главная задача – сделать асфальтовое полотно более прочным. Длина полосы останется прежней – чуть более 2,5 километров. А вот так называемые карманы, места, где разворачиваются самолеты, должны стать шире, что позволит судам с более крупными габаритами свободно разворачиваться без помощи специальной техники. Несмотря на масштабность реконструкции, работа в воздушной гавани не приостанавливается. Первым делом – самолеты. Реконструкция взлетно-посадочной полосы выполняется одновременно с принятием воздушных судов. То есть при посадке воздушного судна мы приостанавливаем все работы. И после того, как все обслуживание воздушного судна выполнится, продолжаем работы по реконструкции. Реконструкция взлетно-посадочной полосы – это первый этап работ. На него БелАэронавигация выделит порядка 12 миллионов белорусских рублей собственных средств. Следующий этап модернизации предусматривает замену светосигнального оборудования, а также реконструкцию площадок для стоянки самолетов и перрона. Планируется, что эти работы начнутся в следующем году. Анастасия Ноздринплотницкая, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания «Буктово». Продолжаем выпуск. Если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь. Три года назад в Бресте было начато строительство хосписа – государственного медицинского учреждения, где осуществляется уход за тяжелобольными с онкологическими и другими патологиями. В 2015-м строительные работы приостановились на некоторое время по причине отсутствия должного финансирования. Сегодня строительство хосписа продолжается и, что важно отметить, стремительными темпами. Планируется, что Брест получит новый объект к миллениуму. Почему городу так необходим хоспис и на какой стадии сегодня находится его возведение, узнала наша съемочная группа. Виктория Саченко о том, что уже сделано и что предстоит. Сегодня стройка хосписа движется грандиозными темпами и точно в срок. Ежедневно здесь трудится порядка 20 рабочих. Несомненно, этот объект станет одним из лучших подарков к миллениуму города. Хоспис – страшное слово. Сегодня далеко не все знают его значение. Безнаучных медицинских терминов – это клиника для безнадежно больных, где им обеспечен достойный уход. Идея создания хосписа в Бресте назревала годами. Его необходимость для города более чем очевидна. Сегодня Брестский областной онкодиспансер с трудом выдерживает нагрузку пациентов. На диспансерном учете в городе Бресте районе состоит около 10 тысяч пациентов. Из них 34-я клиническая группа – это порядка 7 тысяч. Хочу отметить, что количество вновь выявленных случаев злокачественного образования, как вот в 2015-2016 году, составляет порядка 1500-1600. Однако хоспис будет предназначен не только для онкобольных, но и для других пациентов с неизлечимыми и тяжело протекающими заболеваниями. Сегодня на стройплощадке работа в самом разгаре. Специалисты заверяют, что могут достроить особо значимый объект уже этой зимой – 4-5 миллиардов белорусских рублей. Такая сумма нужна для того, чтобы закончить работы. Утеплено здание, докончена крыша, благоустройство примерно наполовину сделано. Ну, отделка только немножко плитку делает, очень мало, потому что ждем. И сейчас делается теплотрасса, канализация хосфекальная сделана, кабеля проложены электрические, только не хватает слаботочек сети, и теплотрасса делается, ну, в августе будет сделана. То есть, если дадут деньги, то мы на зиму можем как бы все сделать, кончить и достроить. Строительство хосписа осуществляется в результате реконструкции здания бывшего детского сада. Сегодня в постройке трудно узнать дошкольное учреждение. Его полностью реконструировали и пристроили новый блок. Условия в новом хосписе будут максимально приближены к домашним. Широкие коридоры, просторные палаты, большие окна. Двухэтажный дом нельзя назвать большим. Хоспис возьмет под опеку 30 человек. Цифра может показаться небольшой, однако такое решение далеко не случайно. На 500 тысяч населения необходимо до 25 коек. В настоящий момент у нас существует 8 коек таких. Это, конечно, недостаточно. Если брать население нашего города и Брестского района, это 377 тысяч, то необходимо как минимум 19 коек. Лифты, помещения для отдыха, пищеблок, молитвенная комната, гостевые для пребывания иногородних родственников, санузлы для инвалидов. В окончательном варианте хосписа предусмотрено все, в чем нуждаются тяжелобольные люди и их семьи. Палеотивная помощь будет доступна всем нуждающимся. Та помощь, которая призвана обеспечить должное качество жизни безнадежно больному человеку и близким его. Вся совокупность медико-социальной и психологической помощи, она как раз будет направлена на то, чтобы максимально ликвидировать или уменьшить болевой синдром данной категории пациентов, нивелировать те тягостные психические, тягостные другие физические симптомы, чувства страха смерти. Ну, конечно, при максимальном сохранении его сознания и интеллектуальных способностей, и, конечно, обеспечить психологическую помощь близким. Завершение строительства Брестского хосписа занимает значимое место в плане мероприятий по подготовке Бреста к тысячелетию. Специалисты прогнозируют открытие хосписа в преддверии миллениума, однако вполне возможно, что это учреждение Брест получит и раньше. Бойцовский клуб «Спарта Фэмили» еще очень молод, но уже пользуется большой популярностью у брестской молодежи, которая из всего многообразия спортивных видов предпочитает смешанное единоборство. Несколько месяцев назад тренерскую работу клуба возглавил Сергей Селивонец, человек в спортивном мире единоборств достаточно известный. С наставником брестских спартанцев познакомилась и наш корреспондент Ирина Ольшова. Престиж любого спортивного клуба определяет тренерский состав, и «Спарта Фэмили» не исключение. С недавнего времени пост главного тренера здесь занимает Сергей Селивонец, спортсмен, чьи медальные копилки, серебряные и бронзовые награды Кубков мира и Европы по самбо, чемпионские титулы мирового и европейского уровня по борьбе на поясах и универсальному карате. И это неудивительно. Его жизнь – это спорт, в который он пришел, еще будучи подростком. В пятом классе. У меня дело в том, что отец военнослужащий, ну не знаю, как-то вот в детстве, я же все время видел этих военных сильных ребят, вот как бы так решил подготовиться. И так готовился, что я остался в спорте. В мире смешанных единоборств этот харизматичный тренер с обаятельной улыбкой – человек известный. За его плечами не один десяток турниров и многолетняя тренерская деятельность. Последние два года Сергей Селивонец работал в Москве, обучал боевым искусствам молодежь, помогал поддерживать форму именитым спортсменам, да и сам продолжал набираться опыта. По фамилиям трудно перечислять. На самом деле очень масса людей было, хороших спортсменов, выдающихся спортсменов, с которыми удалось и просто пообщаться, и постоять в паре, и потренироваться вместе. Это такая, наверное, стадия роста была. Надо было немножко поменять что-то в жизни. Какой-то толчок должен был дальше к развитию как тренера. Слово тренера – закон для спортсмена. Для своих воспитанников Сергей – наставник, друг и отец. По-другому здесь быть и не может. Спартанцы – это большая и дружная семья. Он понимающий, отзывчивый и всегда поможет в сложной ситуации. Он опытный, сильный, хороший и стал для меня родной. Мудрый, сильный, опытный. Это очень опытный человек, от него можно набраться много чего и идти по такой цели, как шалон в жизни. Как идти по жизни Сергей Селивонец знает. Для каждого из своих спартанцев он ищет индивидуальный подход. Задача тренера – не только отработать комплекс упражнений и подготовить спортсмена к бою. Здесь важна мотивация. Это основная часть успеха как для новичков, так и для уже опытных бойцов. Причем независимо от возраста. Прежде всего надо прийти в зал. А там уже будет видно. Успех будет в любом случае. Успех, если человек никогда не занимался и вот он пришел в зал, это уже успех. То есть он не сидит на диване, он занимается, развивается физически, развивается умственно. Здесь ко мне вот приходит, есть такая группа ветеранов, я их называю. Когда-то они были в спорте. Но вот сейчас они тренируются для себя. И одному 47 лет, второму 55. Вот он приходит они и всегда что-то выходит для себя новое. Учатся, удивляются. Активную соревновательную карьеру мастер спорта международного класса Сергей Селивонец закончил давно. Но его спортивное увлечение продолжили дочь и два сына. Дочка у меня уже закончила спортивную карьеру. Она мастер спорта по вольной борьбе. Сын еще борется. Ну, здесь вот сейчас у меня тренируется, готовится к соревнованиям по грэпплингу. Вот, и младший сын у меня тоже дзюдоист. Он тренируется в первой спортивной школе. Такой есть тренер Сифирян Баграм Иванес, еще он очень известный у нас в Бресте. Не останавливаясь на достигнутом, он ищет новые пути. Ведь спорт, как признается Сергей, это его жизнь, а жизнь – это движение. И чтобы добиться хорошего результата, нужно работать. 99% труда и 1% таланта – вот секрет успеха. Надо работать, надо пахать, чтобы чего-то добиться. Даже если тренируешься для себя. Ирина Альшева, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итогового выпуска. И это все на сегодня. Сразу после прогноза погоды вы окунетесь на нашем канале в мир киноприключений и документальных сериалов. Так что не переключайтесь. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть на нашем канале в YouTube. Напоминаем, на канале БукТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 27 августа ночью погоду в Бресте будет определять в основном поле пониженного давления. Днем атмосферный фронт, перемещающийся с Западной Европы. Днем пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром сгустится слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью 14-16 со знаком плюс, максимальная днем 25 градусов. 28 августа погоду будет формировать циклон, смещающийся с Западной Европы. В течение дня ожидаются кратковременные дожди, северный ветер. Температура воздуха в ночные часы составит плюс 13-15. Днем воздух прогреется до 20 градусов. Распродажа в магазине «Элма». Цены от 5 рублей. Ждем вас! Брест торговый центр «Галерея Грант» 1 этаж. Распродажа вы вразеление обших креп Nash & Deaf без дж�он.